Новые эмоции для глухих детей, которые учатся в столичном профессиональном техническом лицее номер 27, расширились горизонты общения. Студенты с особыми нуждами, благодаря помощи зарубежного инвестора, теперь могут более качественно осваивать навыки работы на компьютере. Параллельно лицей завершил переговор с руководством крупнейшей добывающей компании в Кыргызстане. Принято решение в профтехлицее открыть новое образовательное направление, готовить будущих работников золота из увлекательной фабрики на Кумторе. Мои коллеги расскажут подробности. Девушка с именем героини повести Чингиза Айтматова Джамиля рассказывает, что общение в интернете для нее самое большое увлечение и возможность учиться и познавать мир без ограничений. Но долго сидеть за компьютером было невозможно. От старых физически и морально устаревших мониторов болели глаза. Хочу на компьютере работать, чтобы задания можно было спокойно переписывать. Теперь эта проблема для Джамили и ее одногруппников отпала. Представители добывающей компании передали в дар 16 новых мониторов в ответ на просьбы со стороны руководства лицея. Мы начинали для них готовить кадры буквально с малого. Сначала мы готовили два человека, потом это количество увеличилось до сегодняшнего дня. На сегодня у нас обучаются 30 учащихся, которые в дальнейшем будут проходить практику и работать на Кумторе. Лицей и высокогорное предприятие сотрудничают 14 лет. Учебное заведение готовит специалистов, а Кумтор, в свою очередь, оказывает поддержку учебному процессу. Этот класс при содействии канадцев создан недавно, но уже помог повысить качество преподавания для будущих автослесарей. Директор лицея уверен, что не будь помощи со стороны иностранных инвесторов, говорить о развитии профтехобразования было бы сложно. У государства, как всегда, ограничены средства. У нас практически финансируются только защищенные статьи. А чтобы провести какой-то ремонт, отремонтировать кровлю или купить оборудование, это нужно ждать долгие годы. Всего в лицее учатся чуть более 400 студентов. Выпускников охотно принимают работать на станции технического обслуживания, в кафе и везде, где нужны хорошие, ответственные специалисты. Так и Джамиля уверена, что сможет сделать карьеру хорошего парикмахера или стилиста. В интернете много учебных материалов, которые дополнят образовательную программу. Поэтому девушка искренне благодарит кумторовцев за такую, для многих, обыденную вещь, как компьютерную монитору. Мы, ребята, без слуха будем стараться, будем учиться, работать на компьютере и узнавать много нового. Еще раз благодарим вас за ваш подарок. Добавим, что сейчас лицей готовится открыть новое направление. Специально для золотоизвлекательной фабрики на высокогорном руднике здесь планируют готовить слесарей по ремонту промышленного оборудования. Педагоги отмечают, что такие специалисты будут востребованы не только на кумторе, но и на любом производстве страны и не обязательно в горнодобывающей сфере.